Не прошло и нескольких дней со времени выступления Эдуарда Матвейчука относительно гор мусора, лежащих вдоль подъездных путей к Одессе, как территорию очистили. Но людям, живущим возле железной дороги, легче не стало. О них коммунальщики забыли. Эмоциональный нагоняй от председателя облгосадминистрации в сторону городских властей дал положительный эффект. Уже через два дня после выступления Эдуарда Матвейчука территорию возле железной дороги несколько привели в порядок. Стоит отметить, что до этого ни жалобы местных жителей, ни многочисленные информационные материалы телекомпании Круг эффекта не приносили. Может, губернатору стоит почаще выступать в подобном ключе? Сейчас я ехал в поезде, и когда объехал на территорию Одессы, я ужаснулся. Я просто ужаснулся. Столько грязи. Я не видел. Да неужели никто этого не видит? Берите, кого хотите, руководство города. Берите руководство железной дороги и вперед. Это ж позорит наш город, позорит нашу область. А вот у одесситов проблем не убавилось. Жилые территории, расположенные по обе стороны от железной дороги в районе первой заставы, находятся в непригодном для жизни состоянии. Большие проблемы. Вот дороги у нас. Эти мусора. Хоть сейчас уже добавили перед выборами эти контейнеры. Освещения нет. Вы знаете, дети в школу, с института. Люди пожилые. Невозможно пройти. Все время здесь и грабят, и наркоманья собирается. Пенсионерка жалуется, что защиты от правоохранителей нет. Милицейский патруль жители микрорайона видели в незапамятные времена. Не лучше приходится и жителям поселка Сахарный, расположенного по другую сторону железной дороги. У жителей поселка Сахарный жизнь также отнюдь не сахар. Люди, живущие по улице Бирюкова, каждый раз после выпадения обильных осадков вынуждены преодолевать вот такие озера дождевой воды. Дорожные ямы в поселке действительно впечатляют своими размерами. Но городским властям это мало интересно. Получается, что без наставления Матвейчука они не способны выполнять свои прямые обязанности.